В холле 18-й школы поселились три поросенка. В преддверии самого сказочного праздника в году организован традиционный конкурс на лучшую новогоднюю поделку. О стараниях детей, учителей и родителей в сюжете. Полина Вахтерова принимает участие в новогоднем конкурсе уже не первый год. Вместе с родителями мастерили елочку из бруса, затем украшали нежными бантиками и символами наступающего года. Мы решали, каким будет елочка размером. Ну, папа, соответственно, пилил, доставили елочку сюда и собирали всей семьей. А елочка у нас трансформер. Она собирается и разбирается. Необычные подделки в школу принес и Александр Луганский. Вместе с бабушкой они испекли прянички в виде елочных игрушек. Мы узнали, когда смотрели в интернете, что в старину на елку вешали всякие сладости. И мы решили сделать так же. Мы сначала сделали тесто, потом вырезали из теста все эти фигурки. Когда эти фигурки застыли, мы начали их украшать. Сначала мы намазали их обычным кремом и добавили в этот крем красителей. Необычные композиции, елочки, маленькие домики, креативные новогодние игрушки. В холле 18-й школы развернулась самая настоящая выставка. Вдохновившись символом 2019 года свинкой, общими силами и учителей, детей и родителей сделали веселую инсталляцию по мотивам сказки «Три поросенка». В конкурсе новогодних подделок и украшений на елку принимают учащие с первого класса. Вот уже на сегодняшний день ребята принесли более 70 подделок, но они будут продолжаться, пополняться наши экспозиции. Обычно это бывает порядка 300 работ. Итоги выставки будут подведены на новогодних праздничных мероприятиях. Лучшие в номинациях новогодняя игрушка, рождественская композиция и символ года будут награждены призами. Мария Жукова, Алексей Ратинский, Новости Муром.